Повышенная дальность и большая мощность. Такими свойствами обладает новый снаряд для тяжелой огнеметной системы «Буратино». Его испытания прошли сегодня на полигоне «Прутбой». В рамках учения специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа также протестировали современные модификации пехотных огнеметов. За действиями военных наблюдал наш корреспондент Станислав Лопатин. На позиции подразделения огнеметного батальона. Задача – поражение условного противника, находящегося в укрытиях на расстоянии более 500 метров. Для этого используется модернизированный малогабаритный реактивный огнемет «Шмель-М». После стрельбы младший сержант отделения роты Сергей Тареев делится с журналистами своим впечатлением. «Анврова» стреляет первый раз. Новая разработка. Очень компактный, легкий, удобный в обращении. Небольшая отдача, прицельная дальность до 400 метров. Затем демонстрируется прицельная стрельба по мишеням. Простота в использовании нового поколения штурмового оружия очевидна. Каждый выстрел – попадание. Кстати, здесь воочию можно оценить мощность разрыва снаряда от такого огнемета. Да, модификация бывшего, стоявшего на вооружении реактивного пехотного огнемета «Шмель» теперь он повышенной дальности и мощности является. У него повысилась дальность до 1700 и радиус поражения от 50 повысился до 70 квадратных метров. А вот этот небольшой, легкий трехзарядный огнемет, по словам военных, идеальное оружие для ведения ближнего боя в городских условиях. Небольшой вес, многократное использование, практически нет отдачи и большая разрушительная сила. Следующий этап учения – испытание нового снаряда для тяжелой огнеметной системы «Буратино». Стрельба им из установок, состоящих на вооружении с 2001 года, проходит в Южном военном округе впервые. Военные демонстрируют парную стрельбу. Из каждой 24-х зарядной установки вылетает сразу по несколько ракет. Скорострельность – 8 секунд. А мощность разрыва впечатляет даже на большом расстоянии. Новый термобарический снаряд просто модернизированный, увеличили дальность до 7 километров. И мощность чуть повыше стала, побольше площадь. Одна машина способна накрывать полтора гектара полным залпом. Отстреляв боезапас, экипажи разворачивают машины, чтобы отправиться на перезарядку. При этом демонстрируется тактический ход – дымовая завеса, которая должна ослепить противника и не дать ему возможность определить местонахождение установок. Выполнению личным составом всех задач и нормативов командование ставит оценку «хорошо». Оценивалась тактика действий, выполнение нормативов, оценивалось огневое поражение, выполнение огневых задач. Все огневые задачи были выполнены личным составом. Личный состав справился с выполнением всех нормативов, выполнением упражнений. По словам командира батальона, новое вооружение поступило в огнеметное подразделение бригады радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа в прошлом году в рамках гособоронзаказа. И теперь, после проведения его испытаний, будет активно применяться в ходе учений различного уровня. Станислав Лопатин, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба» из Калачевского района.